Когда стоишь рядом с таким Чингисханом или Наполеоном Бонапартом, сложно поверить, что это лишь копии. Мастера из Санкт-Петербурга постарались передать все детали, даже цвет глаз или длина волос, точь-в-точь, как у исторических личностей. О каждом можно рассказывать бесконечно. К примеру, о Екатерине II. Она около 40 лет провела Россию. По рождению она немка. Экскурсию с интересом слушают парни в форме из горнозаводской спецшколы. Сложно поверить, но еще совсем недавно эти тихие и воспитанные подростки разбойничали и воровали. Не говоря уже о вредных привычках, Гриша Соколова в следующем году идти в армию ждет с нетерпением, чтобы стать на защиту рубежей родной страны. Хотя таких благородных целей не было в той прошлой жизни. Плохой образ жизни. Пил, курил, воровал. Поменялись взгляды на жизнь. Он осознал все, что делал. Кем хочешь стать? Офицером спецназа. Из музея в дом правительства. Здесь, в домашней обстановке, встреча с губернатором Ставрополя Владимиром Владимировым. Глава края предпочитает лично знать, как дела у кадет. Видя, что парни немного зажаты, Владимиров просит быть раскованнее. И вспоминает актуальный анекдот о том, как проверяющий пришел в армейскую столовую. Как вас кормят? Товарищ проверяющий, кормят отлично, даже остается. Он не понял, а что делать с тем, что остается? Товарищ проверяющий, доедаем, даже не хватает. Весной прошлого года горнозаводская школа обзавелась своим комбайном. Это был как раз таки подарок губернатора, чтобы парни приучались к труду. Дело в том, что у школы есть свое небольшое поле зерновых. Сельхозмашина пришлась кстати, как и многие советы губернатора. Один из них по жизни держаться вместе, помогая друг другу. Владимиров приводит пример из своей школьной жизни. В 30 лет с классом общаемся, дружим, разговариваем, встречаемся, обсуждаем какие-то проблемы. И это все элементы жизни, которые каждый из вас, я уверен, друг друга толкать будет в жизни. Многие из парней планируют идти в армию, войска Росгвардии. И всю жизнь связать с военным делом. С обучением обязательно помогут краевые власти, заверил губернатор. Как и с отдыхом на лето. Парни ездили на море, были в Санкт-Петербурге, теперь на очереди столица. Такой опыт перевоспитания сложных подростков можно назвать уникальным, как минимум, для юга страны. И когда говорят, что есть плохие дети, нет, не бывает плохих детей. Есть взрослые, которые достаточно некачественно выполняют свою работу по отношению к детям. И просто по какой-то причине им эти дети становятся неинтересны. Вот тогда дети становятся трудными и неуправляемыми. Это труд педагогов, труд воспитателей, труд сотрудников режима, который вместе выливается и делает детей просто нормальными детьми. Но впереди еще большая работа, в том числе и над собой у этих парней, чтобы окончательно забыть прошлое и пойти в достойное будущее. Вадим Москаленко, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение.